Милый Господи, помилуй! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Истворение святителя Анна Затауста о жене Самарянке. Жена, имевшая пять мужей, и при том Самарянка, показывает такое тщание относительно догматов, и ни время дня, ни то, что она пришла за другим делом, и ничто иное не отвлекает ее от желания познать их. Мы же не только не спрашиваем о догматах, но во всем поступаем без внимания, и как случится. Поэтому все у нас в пренебрежении. Кто из вас, скажите мне, находясь дома, дарет в руки христианскую книгу, вникает в ее содержание, испытывает в Писании? Да и приобретает книги не для пользы, а для того, чтобы выказать этим свое богатство и похвастать. До такой крайности доходит тщеславие. Я не слышу, чтобы кто-нибудь похвалился тем, что знает содержащиеся в книгах, а слышу, как хвалятся тем, что книги их написаны золотыми буквами. Скажи мне, какая от этого польза? Не для того дано Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы начертывали его в сердцах наших. Заключать заповеди только в письменах такого рода стяжания, их свойственно только иудейскому тщеславию. А нам и вначале дан закон не так, но на плотяных скрижалях сердца. Говоря это, я не препятствую приобретать книги. Напротив, хвалю это и даже прошу об этом. Желаю только, чтобы из книг слова и мысли переходили в нашу душу. И она, усвояя разум письмен, таким образом очищалась. Если дьявол не дерзает проникнуть в тот дом, где есть Евангелие, тем более души, усвоившие себе мысль Писания, не коснется и не напоет ни бес, ни грех. Итак, освети твою душу, освети тело, имея всегда священное Писание и на устах, и в сердце. Если срамословие оскверняет нас и вызывает бесов, то очевидно, что духовное чтение освящает и привлекает благодать Духа. Писание – суть божественное песнопение. Станем же воспевать их в себе, и из них приготовим врачество против недугов душевных. Если бы мы знали важность читаемого, то и слушали бы с большей ревностью. Это я всегда говорю и не перестану говорить. Не странно ли, что бывающие на зрелищах пересказывают друг другу о именах возницы, плясунов, их происхождении, отчизне, роде, занятии, тщательно также рассказывают о достоинстве и недостатках коней, а собирающиеся здесь не знают ничего, что здесь происходит, даже не знают и числа книг священных. Если ты гоняешься за тем для удовольствия, то я покажу тебе, что здесь удовольствия гораздо больше. Что приятнее, скажи мне, что удивительнее, видит ли, как человек борется с человеком, или как человек сражается с дьяволом, как плоское существо состязается с бесплотной силой и одолевает ее, вот на эти-то борьбы надо бы насмотреть. Им и подражать похвально и полезно, и подражая можно быть увенчанным, а не на те борьбы смотреть, в которых соревнования наносят стыд подражателю. На ту борьбу ты смотришь вместе с бесами, а на эту с ангелами и с самим Господом ангелов. Скажи мне, если бы тебе дозволено было сидеть с владыками и царями, смотреть и вместе с ними наслаждаться зрелищем, не почел бы ты этого величайшей для себя честью, а здесь вместе с царем ангелов созерцая и видя, как дьявол схваченный за хребет, все усилия употребляет, чтобы одолеть, но нисколько не осиливает. Ты не спешишь на такое зрелище? Да как это сделать, скажешь ты, имея в руках книгу Священное Писание? В ней ты увидишь и место борьбы, и длиноту бега, и нападение дьявола, и искусство праведника. Смотря на эту брань, и сам научишься бороться, и освободишь себя от бесов. А то, что совершается на мирских представлениях, есть торжество бесов, а не зрелище подвигов человеческих. Если непозволительно входить в капище идольское, тем более ходить на праздник сатанинский, говорить и наскучать вам об этом, я не перестану, пока не увижу исправления. Говорить это мне неленостно, вам же полезно. Не оскорбляйтесь моим увещанием. Если кому надо бы наскорбляться, то мне, часто говорящему и невидящему послушание, а не вам, всегда об этом слышащим и никогда не слушающимся. Но да не будет, чтобы вы постоянно были обвиняемы в этом. Да избавитесь от этого стыда. И удостоившись духовного зрелища, да сподобитесь будущей славы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. Божья милость, и будь ко мне грешного. Создал меня Господи, помилуй. Вячеслав Господи согрешил, помилуй, прости. С воскресением Христовым. Спасибо. 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 Спасибо.